100 рублей сразу. Мы сейчас будем обозревать коллекцию российских банкнот. Вот эти банкноты. У меня... Ты салт ходил, а урки не было. Юр. Вы прям это не говорите. Самая крупная банкнота Российской империи 200 рублей. 200 рублей. Образца 1912 года. Она сложена, так как она длинная. Изображен Петр Первый. А вообще самые крупные банкноты в Российской империи каким достоинством были? Вот 500 рублей. Это самые крупные банкноты. Не просто у тебя в коллекции, а самые крупные. Так. Это далее 100 рублей с Екатериной Второй. Это какой год? 1910 образца. 1910. Так, давайте посмотрим. Какие белые? Белых все. Слушай, новая сохранность просто великолепная. 50 рублей образца 1899 года. Так. Такая примерно сколько сейчас стоит? Рублей 800. На современном рынке российском 800 рублей. Я говорил, вот так. А вот это у нас что такое? 25 и 10 рублей Николая Второго. А где мой пакет? 25 и 10 рублей. Единственное, что если мы нажмемся, вот это стрёмно, что баню надо будет сюда пить, и надо иметь какое-то это... Ты дверь закрыл, когда уходил из машины? Так, вот это 3 рубля, а у меня такие есть. А я 10 хватит и не закрыл. О, да, и 5 рублей. Вот это, насколько я понимаю, самые-самые одни... Вот они у меня были в идеале. Самых дешевых коллекций. Ну, кстати, сейчас я согласен с тобой. Вот даже интереснее, что они именно ходовые. Это все было. Так, что там дальше? Это 1, 2, 3, 5 копеек и 50, которые выпускались в 1915 году. Это были еще 10 там лет? Было 10 копеек, но они редкие. У меня были, да. А, нет, то есть, сильно редкие, да? Это именно 1915 года, когда весь металл, медь шла на войну, на гильзы, то в 1915 году принято решение о выпуске вот таких бумажных копеек. То есть, это серебро замещение. Да, и медь замещение. И медь замещение, Первая мировая. И медь храждения наравне с медной монетой, написано. Сохранить драк металлы путем выпуска обычной денежной эмиссии. Правильно? Да. Вот, так. Довольно интересно смотрится. Далее идет временное правительство. Так, то есть, инфляция. 20-40 рублей, 250. Смена денежных купюр в России предлагалось. Без этих, без коронный орел. И свастика. Выглядит просто как это, как курица. По сути, это временное правительство Керенский. По сути, это орел этот, подвешившийся радиации, короче. И свастика, видите? Так, а где свастика? Да вот же она. Напомним? Да, да. А почему такое было? Неизвестно. Неизвестно. Ну, это прям массовый выпуск. Да, они зафигачивают. Да, вот, прям на 250 рублей по цену. Свастика. Это Керенский временное правительство и свастика. Вот 1000 рублей, так называемая думка 1917 года. Такой, такой не было. Вот, тут тоже три свастики. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. А такая примерно сколько сейчас стоит? Да, немного. Рублей 500-600. Ну, да. Ну, то есть, она как бы более такая. На современном российском рынке в 2019 году 500-600 рублей. Здесь полная коллекция первых советских банкнот, выпущенных в 2018 году. Вот эти не были, не знаю. Несмотря на то, что здесь орлы временного правительства, но это именно советские деньги Ленина. Наверное, было заготовлено. Ленина. То есть, это банкноты первой советской, так сказать, власти. У меня полная подборка с рубля до 10 тысяч. Так. Так. Вот такие были, а у мелких не было. Ну, вот такие вообще, вообще очень распространенные вот эти. 100, 250, 500, 1000, наверное, самые распространенные. Вот сейчас листаешь, а у меня сразу в памяти, знаешь, эти, березовые рощи и какие-то альбомы, вот когда подходишь и там листаешь. И такие приклеенные эти, карандашом, приклеенная штучка и карандашом написано, потому что быстро цены менялись, стирали и опять подписаны. В 2019 году выпускают 5 и 10 тысяч в связи с инфляцией, хотя здесь дата 18, но реально выпущено уже в 2019. Это ты недавно собрал, грубо говоря, да? Ну, в течение последнего года. Года. Ну, господа, вот эта коллекция, наверное, входит в лучшую. Ну, не будем говорить в какую. Не будем говорить в какую, но явно в лучшую. 500-1000 коллекцию всех собирателей. Казахская тысяча. Всех собирателей России. Сейчас до нее дойдем. Скажем так, российских денег. Обратите внимание, вот этот рубль называется, значит, рубль-палач. Почему? Потому что этот рубль был выпущен в Екатеринбурге правительством. И здесь подпись на этом рубле человека, который подписал казнь Николая Второго и всей его семьи. Господи, да это святой человек. А как его фамилия? Так, вот я здесь председатель областного комитета Совета Урала, и вот фамилию я забыл его. Повезло, просто взяли из нагана расстреляют. Да, вот тут вот его фамилия. То есть, это деньги палачей императорской семьи. Это рубль, это 50 копеек. Хорошо. Далее идет полная подборка образца 19-го года, начиная с одного рубля. Один, два, три, четыре, ой, пять, пятнадцать, тридцать, шестьдесят. Причем, заметьте, какие были номиналы. Пятнадцать, тридцать, шестьдесят рублей, которые сейчас просто не встретить. Так, это год еще раз. Девятнадцатый. Девятнадцатый. То есть, ему ровно сто лет. Получается, кто это? Это советское правительство. А вот это почему так написано? А потому что на этих банкнотах написано пролетарию всех стран соединения на всех языках. Арабский, китайский, да? Арабский, китайский, французский, испанский, немецкий, английский. Мне сначала показалось, что это выгонская, что это как далее. И причем это первые деньги советские, где серпом... Вот это первые деньги, серпом молотом. Да, да. До этого серпа и молота на деньгах не было. А свастика? Свастика это было на деньгах временного правительства. Ты записываешь, чтобы это выложить? Да, на ютуб все это делали. А на хера это нам? Вот. Так. Это у нас... Это обратная сторона. Далее идут 250-500 тысяч. Так. И в 2020 году уже выпускаются банкноты в 5-10 тысяч рублей. Какие они большие? Какие большие, гигантские. Давайте посмотрим поближе. 5 тысяч рублей. Расчетный банк. Итак, то есть понятно, что в России деньги собирать, накапливать никакого смысла нет, потому что они меняются каждый год. Видимо, был Николай II. Были различные, скажем так, движения гражданской войны, Колчак, Врангель и так далее. Временное правительство. И пошло-поехало. Врангелевские остались? Не, ну вот я тебе говорю... Кто пытается накопить, у того остаются просто бумажки. В коллекцию. Правильно? Нет. Блин, жалко, что не моржовка, конечно. А что это еще такое? Это врангелевские. Но это мы перейдем к ним позже. А это что такое? Они недавно это... У тебя мусорка есть? Отменили. И у меня две вот осталось. Перейдем дальше. Так. Итак, это будет лучшая съемка для Ютуба. Это Украина. Украина. Тысяча гривен. Незалежная. Тысяча гривен. 1918 год. Гетман Скоропадский. Киев. Все помните Белую гвардию. Когда офицеры живут в Киеве, при Гетмане Скоропадском служит ему. Но в декабре 1918 года Гетман Скоропадский убегает с немцами. Да. И приходит Петлюра. Вот 10 карбованцев. Это как раз Петлюра. Да, Лоша, Петлюра. Трезуб. Трезуб. Рейд на Трезуб. Да, один из первых, можно сказать, Трезубов. Это не Белая гвардия. Это Трезуб. Это Петлюра. Это украинские националисты. Которые вытеснили войска Скоропадского. Это сам насчет мультфильма считаешь, как? Так. Итак. Сейчас уже память закончится. Давай быстро пролистраем. Буквально за пару минут. Далее идет Белогвардейский Ростов-на-Дону. Я считаю так. Ростов-на-Дону. 5 тысяч рублей, 250 рублей. Так. Дальше у нас что идет? Россия единая неделимая. Ростов-на-Дону, 1919 год. Это Кимаки и Стрея. Так. Далее идет Юг России Главного Командования. Итак, господа, это реально одна из лучших. Наверное, вот коллекция входит в сотню лучших коллекций в современной России. Ну и, собственно, во всем мире, кто собирает именно российские деньги. То есть, русские мы вообще особо не уверены. Это из той же серии Главного Командования Вооруженных Сил Юга России. 10 рублей, 10 тысяч рублей. Это все 19-й год. 19-й год. Производство Крым. Так. Все были в срок. Слушай, мы говорим про... Слушай, ну символизм здесь прям просматривается. Здесь идет 500-250 рублей уже 20-го года барона Врангеля. Врангель. Вот две банкноты. Барон Врангель. Так что это среднеазиатские. Так. Короче, я не пытаюсь, чтобы эту тему они продвигают. Далее начинается банкнота северо-запада России Юдинича. Это между Питером и Финляндией белогвардейские части, которые сопротивлялись Красной Армии. И отсюда начинается Колчак, Сибирь. 50 копеек, рубль, 3 рубля, 5 рублей. Колчак. Колчак. Омск. Вот она. Обратка. Тут гербы Сибири. Так, а здесь у нас... 10 рублей. Колчак 25, 50, 250. Это все Колчак. Ну конечно, все то же самое, абсолютно то же самое, только... Ой, герб, понятное дело, Сибири. 500, 1000 рублей. Это все Колчак. Колчак. 19-й год. Такая моя штука. Я доказывать ее не буду, но я уверен в этом прямо... И далее мы переходим к Дальнему Востоку. Это 50 копеек, 25 рублей и 100 рублей, отпечатанные в США, которые должны были быть доставлены Временному правительству, но пока их печатали, пока доставляли через Владивосток, деньги уже достались Колчаку. Но Колчак... В обращении они были? В обращении они были и у Колчака, и на Дальнем Востоке до 22-го года. А печатали американцы? Да, да. Тут даже по дизайну видно, что походит на доллары. Да, да, да. Так. Обратная сторона вот такая вот. Очень красиво. Здесь мы видим уже денежные знаки Дальневосточной республики, которая существовала с 1920 по 1922 год на Дальнем Востоке. Это достаточно редкая банкнота генерала-лейтенанта Семенова. Бумага сама была отпечатана в Америке с водяными знаками для Колчака, но была перехвачена генералом Семеновым уже в году, и на этой бумаге были отпечатаны банкноты в Чите. Банкноты напечатаны так, как будто бы их рисовал ребенок трехлетний. Просто вот не орел, а курица какая-то. Но это реальные денежные знаки, которые ходили в 1920 году, ну в Забайкале, в Чите. Так. Вот обратка их. В 1921 году происходит очередная реформа в РСФСР. И вот новые деньги, послереформенные 1921 года. 100 рублей, 250, 500, 1000, 10 тысяч. И самые крупные номиналы 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Крупнее в этом году не выпускались. 10 тысяч. Нет, 100 тысяч. Да, я вот не хочу эту баню тревожить. Видите, игрушки, как бы, да, сейчас, если ее надо натапливать. Это очередная реформа, там, 22-23 года, новые деньги. А старые отменялись автоматически. А старые менялись по курсу, заметь, по какому? По какому? Читай. 1 рубль 23-го года, что написано? Равен 1 миллиону рублей. 1 миллиону рублей, отлично. В итоге выиграло государство или выигрывали люди? Государство или люди выигрывали? Государство, конечно. Государство выигрывало, понятно. Дай сюда Сулеймановскую деду. Далее у нас идет уже 25-й год, 5 рублей, которые менялись, без проблем на серебряные рубли и полкиники. То есть, это уже окрепшая советская валюта полноценная. То есть, это половина золотого червонца. Понятно. Это 5 рублей 34-го года и 30 рублей 32-го года, так называемые три червонца. 1932 год. Причем, судя по подписям, она была выпущена в период с 32-го по 34-й год. После 34-го года подписи эти были убраны. Далее идет очередная реформа 37-го, 38-го года. Рубль 3-5. Уже видите, деньги милитаризированные. Рабочие, крестьяне, военные. Военные, да. С 18 века всего лишь один кулахмут. Далее идут крупные номиналы. Один червонец, 3 и 5, это 10 рублей 30 и 50. 50 рублей червонец, это 10 рублей. И самая крупная банкнота, 10 червонцев, это 100 рублей. 100 рублей, 10 червонцев. Далее идет реформа очередная 47-го года, где идут рубль 3,5. Так, рубль 3,5. И крупные номиналы, понятное дело, силичем. 10, 25. Это год у нас какой? 47-й. 47-й. Прошла Великая Отечественная война. Да, это послевоенные деньги. Так, дальше у нас 50 рублей. И на мой взгляд, одна из самых красивых банкнот Советского Союза, это 100 рублей 47-го года. 100 рублей, а почему самая красивая? А потому что, посмотри, какой рисунок. А где он? Просто красотища. Ну да, это у нас, получается, вид на Москву-реку с видом на Кремль. Да. Далее идет всем известный образец 61-го года. Ну да, я думаю, многие такими пользовались. Собственно говоря, пользовался этими деньгами. Тут полная подборка. Ну да, здесь, собственно говоря. Многих не удивишь. Вот всем этим. Это уже идет подборка 91-го года. Опять реформа, опять деньги. Деньги растут. Если раньше была самая крупная банкнота 100 рублей, то сейчас появляется 200 рублей. 200 рублей. В 91-м году 500, тысяча. Тысяча. Жесть какая-то. В 92-м году деньги почти не меняются, только появляются вот такие надпечатки, что это 92-й год. Но появляются в 92-м году банкноты в 5 и в 10 тысяч рублей. И самое главное, что на банкноте 92-го года появляется российский триколор. Бесик, белый, синий, красный цвет. Да, российский триколор и исчезает Владимир Ильич. Так. В 93-м году, помните все эти деньги, деньги совершенно по-другому начинают выглядеть. Да. Вот окажется, надо тогда вот знать просто, вот, ну я не знаю, набрать там филиппы. Почти на всех уже триколор. Береза. Ну как-то вот лишний знаний. Это 93-й, да? Да. В 95-м году появляется так называемая серия с городами. Да, да. На 1000 рублей Владивосток, 5000 Нижний Новгород, 10 тысяч Красноярск. А сейчас вот у нас десятка современная. Три нуля убрали. Короче, никто им не сказал. Питер, Москва. 50 рублей 100. В 97-м году убирают три нуля и появляются за место 5000 5 рублей. Да. Потом современные наши, кому мы привыкли, 10 рублей. 50, 100, 500. Да, того года. Звонок. Ну и далее идут уже юбилейки. То есть это присоединение Крыма. Сочинская. Это 2014 год. Да. Сочинская Олимпиада. Олимпиада. 2014 года. Современные 200 рублей ходячка и наши футбольные деньги. Слушай, ну коллекция вообще просто обалденная. Это у нас МММ. Это МММ, да, 93-94 год. Это чеки валютные. Ну а далее, далее идут иностранные банкноты, но это уже будет в следующем выпуске. Ну другая тема, да. Вообще, сколько ты собирал всю эту коллекцию? Один год. Один год. И в целом, вот если так посмотреть, что можешь сказать по поводу того, как вообще в России, чего стоят денежные деньги, стоит ли их собирать и так далее. Просто в Америке приобрел ты доллар, скажем так, в 19 веке, сейчас им можно рассчитаться. А что в России? Ну в России, конечно, денежные знаки меняются достаточно часто, но это как раз... И самые страшные старые отменяются. Да, но это и огромный плюс для банистов, которые собирают, как раз коллекционируя данные банкноты, потому что чем чаще меняются банкноты, тем как бы... Тем богаче история страны с точки зрения коллекционирования денег, то есть банистики, денежных номиналов. То есть вы посмотрите, буквально за 100 лет поменялось вот столько денег. Вот столько денег. То есть вот оно, доверие к нашему российскому правительству, примерно вот такое вот. То есть деньги меняются? За 100 лет. История меняется, деньги меняются. Посмотрим, что будет в ближайшие 100 лет у нас дальше. Но необходимо отметить, допустим, такой момент, что последние 25 лет у нас деньги не менялись. То есть как у нас вводятся вот эти вот банкноты в 97 году, так они уже не меняются более 20 лет. По сути дела один из самых длительных периодов истории России. А если брать отсюда, от 95 года, что тут просто нулей было больше, то дизайн банкнот не меняется уже 23 года. До сегодняшнего момента, то есть до 2019 года. Уже 24 года, да, 24 года. Так. Также сотки у нас с оперным театром, десятки с красноярском и так далее. То есть какая-то наступила стабильность у нас в стране. Спасибо партии. Нет, просто мелкие. Вот. Итак, мы завершаем наш обзор одной из самых богатейших коллекций в России, посвященных, собственно говоря, банкнотам в России. Вот. Всем спасибо за внимание. Не за что. Не надо это выкладывать.